В Ненецком округе продолжается подготовка к осенне-зимнему сезону. Доставка топлива в рамках опережающего северного завоза в село Нижнепечорье уже завершена. Часть энергоресурсов по морскому направлению еще в пути. Качество поставляемых в населенные пункты дров и угля в этом году на особом контроле администрации Заполярного района. Александра Литкова расскажет подробнее. На сегодняшний день речным путем все необходимые для окружных сел энергоресурсы завезены в полном объеме. План доставки угля по морю выполнен на 62%, дров на 72%, дизельного топлива на 52%. Это связано с более поздним открытием навигации по морю, но все находится, в общем-то, не в общем-то, а так и есть под контролем. Значит, все грузы, которые необходимы к отправке, находятся в порту города Архангельска и будут, согласно контрактным данным, исполнены и завезены во все населенные пункты. На данный момент опасений каких-то срывов нет. В этом году качеству каменного угля уделяется особое внимание. На местах его принимает комиссия, куда входят представители подрядчика, заказчика, общественности и депутаты. В частности, значит, выезжал он, представитель инженер по топливу, выезжал в НЕС на приемку каменного угля и дров как раз отопительных. И в Харуту, значит, там дрова, уголь и дизельное топливо. Значит, в Харуте проводилась контрольная топка, то есть топливо брались образцы, ну, определенное количество и топились котлы. Пока нареканий ни у комиссии, ни у потребителей нет. Впрочем, насколько хорош уголь, покажет очередной отопительный сезон. По северному завозу жалоб от жителей на топливо пока не поступало. Уголь и дрова к нам уже доставлены в населенные пункты. В Хангурее уголь уже развезен по жителям. В Оксино сейчас работает техника. Ну и по дровам, соответственно, жители уже начинают распиловку, готовятся к зиме. Что касается дров, то здесь, согласно ГОСТу, допускается небольшое количество древесины, которая может быть испорчена. В этом случае, как и в случае с некачественным углем, потребителям производится замена. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал Север.